Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы купим очень интересную и читерскую машину, которая сейчас лучше просто всех машин, которые есть на данном проекте. Вы реально будете в шоке от того, что может эта машина, поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите MM, потом 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводить промокод Кирилл Гейм Капсом, за который вы получите 150 тысяч, мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Хули Плей. Я сам, честно, недавно узнал об этом, то что есть такая машина читерская, ее добавили, по-моему, с обновлением, которое вышло, сколько, 2 недели назад примерно, ну да, где-то так, 2 недели назад вышло обновление, и в принципе там, как бы, эту машину немножко переделали, и из-за этого она стала читерская. Каким образом, я вам, в принципе, чуть позже расскажу. Сейчас мы поедем в автосалон, вообще, как бы, купим эту машину изначально, потому что, как бы, я ее еще не купил, буду это делать при вас. Сейчас купим ее с автосалона, потому что с рук ее взять, мне кажется, будет сложно, потому что, скорее всего, их никто продавать не хочет, потому что машина реально хорошенькая, на нее еще добавили новые винилы, которые мы тоже поставим и посмотрим. Поэтому тачка реально такая прикольненькая, легендарная, можно сказать, такая вот небольшая подсказка, эта машина еще снималась в фильме, там, и так далее. Короче, сейчас я вам это все покажу, нам сейчас нужно поехать в сторону Анашана, именно там находится автосалон, и купить эту машину, денежки, как бы, есть, поэтому сейчас поедем, купим, и потом затюнем в СТО. Ну что ж, пацаны, вот эта машина, она стоит миллион сто тысяч рублей, как бы, можно тест-драйв взять, мы этого делать и будем, я вот хочу конкретно ее купить. Написано, максимальная скорость 173 км в час, но, пацаны, это ошибочка, потому что она едет почти в два раза больше, поэтому берем, покупаем, купить, как личный транспорт, да, давайте это сделаем. Кстати, можно в семью такие машины купить, но я насчет этого подумаю, в принципе, просто, я думаю, эту машину в любом случае пофистит когда-нибудь, потому что, ну, типа, это ненормально, потому что такая машина едет очень быстро, быстрее, чем мой ГТР. Эта машина очень быстрая, скорее всего, я так считаю, то, что ее пофиксят, поэтому сейчас поедем вообще посмотрим, правда ли она едет, сколько мне говорили, если это так, то я, конечно, охренею. Сейчас самое главное, это посмотреть, сколько эта машина едет в стоке, и потом на нее поставить чип и сравнить, в принципе, будет ли она ехать быстрее, но я уже чувствую то, что она быстрая. Просто, смотрите, как она разгоняется. Сейчас посмотрим максималку в стоке у нее. Не, ну, пацаны, это уже быстро, это уже очень быстро. 241, она в стоке едет, пацаны. 241, эта машина едет в стоке, понимаете? Вот ГТР только, что черный был, херовой сверки, у меня он едет 240, первым чипом, понимаете? И эта Supra стоит лям 100, и она едет так же сама, по динамике и по скорости одинаковая. Скажу честно, я уже прокатился немного, но мне эта уже машина нравится, реально, она очень хорошая по управлению, то есть, она, мало того, что она быстрая, она еще по управлению очень хорошая, то есть, хорошо слушается, повороты хорошо входит. То есть, машина реально сбалансирована такая, и быстро, и хорошо рулится. Там, по-любому, есть винил с форсажа, я знаю, а на счет остальных я не помню. Так, давайте сначала внешний тюнинг, наверное, сделаем, да? Не, ну, выглядит уже сочно, знаете, так, Supra просто, из форсажа, да, такая? То есть, тюнинг нам обошелся, ну, где-то 200-300 тысяч. Только, чтобы чип заработал, по-моему, нам нужно перезайти, да? Или переспавнить машину, я не помню просто. Так, сейчас мы, короче, это проверим просто, я реально не помню. Так, фикс кар, я не помню просто, как бы, ну, что нам нужно делать будет. Я вот не понимаю, почему, типа, раньше, когда чип ставил, типа, вроде бы не надо было перезаходить, но почему-то сейчас такое нужно делать. Да, чип появился, нам нужно просто было машину переспавнить, и все. И все у нас, в принципе, работает. Ну, кстати, вот эти диски, неплохо на ней смотрятся, в принципе, нормально, мне нравится. Так, оно пободрее, кстати, стало уже. Так, полетели. Конечно, она не прям очень быстро звоняется, не как БМБ 5 в 90. Ох, ебать, подожди, а сколько максималка? Э, ты что, дядя, успокойся. А сколько максималка? Я уже 260 ехал, но я вижу то, что она может больше. То есть, реально, походу, тачка имбовая. Ну, точнее, читерская. Хотя, имбовая, читерская, по сути, то же самое, да? То есть, она как бы и едет хорошо, и рулится. То есть, машина за эти деньги просто, ну, лучше не найти, пацаны. Я вам серьезно говорю. На ней можно, кстати, и в такси работать. Вот, пацаны, вот, вот, вот теперь новая машина для такси, пацаны. Супра просто покупаете, за лям 100, и все. Как бы, Беха стоит 6 лямов, Супра стоит лям. И выглядит тоже очень даже неплохо. В этом месте мы точно ее должны разогнать. Она там, блин, даже очень быстро разогнаться. Мне говорят, что у нее максималка 270. Я в это верю, пацаны, я в это верю, я в это верю, реально. То, что она 280 поедет, ой, 270. Давай, она 269. Ну, реально, почти 270 она едет. То есть, ну, это хорошо. За эти деньги, пацаны, это вообще очень классно. То есть, машина за лям едет как, почти как Бугатти, можно сказать. Ну, Бугатти без чипа, по-моему, так же самое, да? Где-то 270, я так думаю, да? В Супра в стоке едет как Бугатти без чипа. То есть, ну, машина реально нормальная. Если еще с Нитой найти Супру, на ней можно реально работать такси. И тоже зарабатывать неплохие деньги, я считаю. То есть, эта тачка тоже имбовая, потому что, как бы, она хорошо ускоряется. Она хорошо рулится. То есть, на ней тоже можно работать такси. Мой вам, как бы, совет. Можете реально брать ее и работать такси. Потому что тачка очень хорошая. Я бы себе такую хотел бы, знаете, с аудио. С аудио, там, с нитро, чтобы она была. Было бы круто, конечно, такую машину иметь. Но, вроде бы, я ни одну Супру не видел с аудиосистемой. Поэтому, такую тачку пока что нельзя купить. Но я считаю то, что в любом случае ее пофиксят, пацаны. В любом случае ее когда-нибудь пофиксят. То есть, она будет... Она не будет всегда ехать столько. Да, понятное дело, то, что вышла обнова. Там уже прошло две недели. Ее не пофиксили, да. Да, я не спорю. Но, мне кажется, в любом случае, рано или поздно ее пофиксят. Потому что, ну, она очень имбовая. Как бы, ну, выглядит она, конечно, тоже очень по-спортивному. Как бы, не спорю. Но, в реальной жизни, я думаю, она 270 не поедет, скорее всего. А прикиньте, если сюда еще второй чип поставить. Там, третий чип. Над этим чипом, мне кажется, она будет ехать... Ну, по-любому, 300 км будет ехать. Я так думаю. То есть, ну, тачка внешне очень симпатичная. Мне вот морда больше, конечно, нравится, чем жопа. Давайте вот даже выйдем, просто посмотрим. То есть, ну, реально, внешне очень симпатичная машина, как бы. И этот винил тоже очень хорошо смотрит. Форсажи, я помню. То, что... А, да, походу, такой же самый был винил в Форсаже. Просто, я помню, там еще был Nissan Skyline. И у него был такой похожий винил, так он был желтого цвета. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok